Цель нашей с вами сегодняшней встречи – проведение завершающего этапа комиксного обследования в рамках профессионального психологического отбора. То есть проведение специального психофизиологического исследования, используемого полиграфа. Задачу наша съемочная группа поставила себе непростую – попробовать обмануть полиграфолога. О том, как работает сам прибор, мы уже рассказывали в прошлых репортажах. Потому, зная принципы, решили схитрить. Сам полиграф – это набор датчиков, регистрирующий физиологические изменения человека. И вот эта коробочка – сенсорный блок. Для вывода информации на ноутбук. Плюс кресло со встроенным датчиком тремора. Но все это лишь инструменты, которыми должен правильно владеть профессионал. Что происходит, когда человек говорит неправду? Так же человек слышит вопрос, так же обращается к своей памяти, находит там информацию, которая является ответом на данный вопрос. Это все автоматически происходит. Но так как человек информацию выдавать не хочет, то есть не хочет говорить правду, он включает так называемый процесс отторможения. То есть он право делает, эта память удерживает, ложный ответ придумывает. Это все быстро происходит, но для организма это стресс. Так как все эти процессы отторможения, они для любого живого организма не свойственны. Берут дополнительный ресурс из организма, организм по разным системам на это реагирует, приборы регистрируют, полиграфолог наблюдают. Любая ложь – это стресс для организма. Задача полиграфолога – этот самый стресс разглядеть. И отличить, например, от волнения или страха. Сначала, как водится, надеваем все датчики. Два отвечают за дыхание, грудью и животом. Еще один – кожно-гальваническая реакция. Проще говоря, отслеживает потоотделение. И еще один. Мне нужна будет ваша правая рука, именно большой палец ее. Наша сердечно-сосудистая деятельность напрямую связана с нашей психоэмоциональной сферой. Когда человек волнуется, какие-то мысли, эмоции переживает, это сказывается на нашей сердечной деятельности. Давление может повышаться, человек может сам это почувствовать иногда. Когда человек говорит неправду, изменение происходит резко. То есть давление поднимается, но так как ложь – это стресс, то ресурс сразу же восполняется из организма, давление сразу нормализуется. Скачок очень короткий получается, длится он меньше 0,3 секунды. Но с помощью данного датчика я его наблюдаю. Сначала настройка прибора. Сидим смирно, смотрим вперед. Все просто и проходим легко. Следом – сам тест. Итак, переходим к пробному тесту. Первое предъявление нашего пробного теста. Внимательно слушайте те вопросы, которые я вам буду задавать. И отвечайте, как мы договорились. Нет, отвечайте на все вопросы, в том числе на свое настоящее имя. Нет, нужно ответить и на свое имя. А когда смотришь в одну точку, кажется, что очень легко ни о чем не думать и соврать. Ответа на все вопросы нет, так что и на имя свое можно не отреагировать. Стараюсь лишний раз вообще не двигаться и выдавать себя. Вроде получается. Следом – повтор теста. Порядок вопросов только другой. Снова стараюсь солгать, как и при третьей проверке. Ваше имя Григорий? Нет. Оказалось, прокололся. Выдал меня датчик, определяющий давление. Реакция меньше секунды, однако опытный полиграфолог ее увидел. Изменения, которые, в принципе, даже визуально, возможно, вы даже можете увидеть. То, что меняется по сравнению с другими вопросами. То есть, видите, насколько амплитуда сужается именно на этом вопросе. Она восстанавливается, потому что это ложь, это не волнение. Если было волнение, она долго восстанавливалась. Она восстанавливается быстро. ПТП, значит, связано с ложью. Ну, соответственно, дублируется КГР. Кожа-баливаническая реакция, сопротивляемость к коже. Резкая реакция. Вот она здесь, наверное, резко идет. То есть, это не связано, значит, с ложью, там, волнение, что-то. Там просто ассоциация какая-то. Может, какую-нибудь Ваню вспомнил. Может, вообще просто отвлекся на какой-то шум. А здесь она резкая. Если тест на имя длится около 10 минут, то основное тестирование при поступлении на службу в МВД 2 часа. Вопросы здесь про незаконный оборот наркотиков, участие в террористических организациях, злоупотребление должностными полномочиями. В общем, здесь узнают, если не о самых сокровенных, то о противоправных тайнах точно. Примечательно, что каким бы хорошим кандидат на службу не был, многие отсеиваются именно здесь. Ибо опытного полиграфолога обмануть сложно. Мы проверяли.